Сегодня 1 сентября 2019 года Воскресное собрание после службы Воскресное собрание Воскресное собрание Дорогие братья и сестры Пока батюшки нет Хочу к вам обратиться Людмила Степановна, здесь 22-го Слушайте, тихо 22-го у батюшки день рождения И день ангела Одновременно, естественно Поэтому надо нам подумать Людмила Степановна Вот к Людмиле Степане все У кого мысли какие возникнут Со своими мыслями и не только мыслями Но была мысль такая Я позвонил к Игнату Тихоновичу Чтобы заменить у батюшки окно Окно никакое, там у него холодно Хотя он спит сюда головой по двери Но все равно там холодно И он тогда остывается Хотели окно заменить Игнатий сказал, вам только дай повод Вы будете потом менять все окна А это так? А ну сразу в половину дешевле станет? Ну, вот, ни слова не разрешил Я говорю, ну Да это понятно Потом в конце сказал Ну, вы подумайте Так вот, что мы подумаем? Знаете, как? Менять Если окно менять, снаружи можно оставить деревянное Чтобы у нас сохранить Нет, нет, нет Сейчас делают старых домах Да, брат, ни к чему это Сейчас делают старых домах Просто заказываешь вместе с установкой бесплатно Они все это выставляют Там нам сложат это все И тут будет новое стоять Только мы потом Кстати, можно заказать обоцовку Я датчик сказал Он говорит О, это мне дороже будет Не трогайте, не трогайте Потому что Лучше вы сделаете Заделайте его пенопластом Чтобы там было Ну, просто не было окна Заделайте Вообще запил Не берите на обои Вы просто не представляете Когда заменим все эти окна на пластиковые Тут будет у нас жара Сразу Моментально И все будет открываться Не надо будет целлофан вешать И хоть немножко будем смотреть здесь Все равно целлофан будет Хоть не ущелье тут будет какое-то В грозном Все равно решетки и целлофан будет Уже 20 лет Мы уже молились? Нет еще Царю небесный Удержителю души истины И живи в детстве И вся исполняя Сокровище благе И жизни подателю Приди в силе селны И очистены от всяких скверны И спаси блажей души наша Благослови Христе Боже Будьте милостям Благослови Христиан Благослови Христиан Благослови Христиан Аминь Следующий мой крест 21-22 21-22 У нас праздник Рождества Пречесной Богородицы Утром я дома помолимся Я выйду в пещерню Я буду здесь И 22-го будет А потом у нас будет Только 27-го Пятница Будет это у нас Престольный праздник Хреста Возвижения Запомнили Следующее воскресенье Будут потеряевки И потом у нас Престольный праздник Будет понедельник 15-го воскресенья 16-го воскресенья Понедельник Что может Приезжайте в гости На праздник Так Ко мне какие вопросы есть? Давайте Слушаем вас Никаких Здорово вам Батюшка Привет И все Создали Ага Что там? Как? Наши Кто ваши? Кто ваши? Староста Кто ваши? Действительно Кто ваши? Ну ничего Нам осталось уже меньше До 10-го октября Только вам Скоро это Будет у вас А что у нас будет? Там и будем увидеть Раз в неделю Сколько у вас учеников Это вы там постоянно Это тебе на неделю Достаточно будете Раз в неделю Это у вас там постоянно В любой момент Вот как Лишь перед травой Это у нас Раз с камерой уже Рыбу сейчас ловите Рыбачите Ну вот слава богу Сколько учеников Интересно В школу Учительницы Хочешь нам пойти Интересно Надежда Андреевна Вопрос задал Вы не слышали Не слышал я Не слышал Что? Учеников Сколько учеников У вас в это году Ты да я да мы с тобой У нас только учеников Да нигде столько нет Чтобы учеников Учителей столько было Пока два Пока Два ученика Два учителя Какие классы Класс шестой И второе Метров шириной На 62 метра Длиной Уже покрыли Никак стены Неким за досками Забивать Лену Батюшка Давай С тобой Будем Досок По 10 Прибивать Хоть в день Подожди Я бригаду Организую Организовал Я бригаду Люба Теть Валя Устинова Горлаам Устинова Полёскина Фарнишка Я Как бригадир И мы Заняли эту стену Там было немножко Забито Примерно Четверть стены Мы Забили Ну в смысле Крутили Или забивали Шуруповёрт Ну доски Это ставили Одним шуруповёрт Лена Крутила Шуруповёрт Забили Все-таки А следом Шли братья Там И уже Железом Потом забивали По доскам Железо Ставили Эти листы Профиль И Забивали И задние Обе стены Там была Штена Одна Уже почти Сделана И забили Все-таки Это сделано Сейчас Там только Надо торцы Делать Вот еще Там укреплять Что и все Ну вот так Вот так Что у нас Там строители Так вот Запросто Найти можно Ну Ну а так Все Ничего Все благополучно Слава Богу Раз нет никаких Я сейчас Наверное На автобус Или узнаю Что если будет Там по пути ехать Все разогуляют Приехали Уже поздно Приехали Прилетели Может быть Они поедут Сейчас Созвонюсь Узнаю Что они Может поедут К меня Захватят Ну все А я что-то Не вижу Николая Включина Его не было Или было Не было Не было А с кем Они приехали Аня Ну они раньше Пешком пришли Пешком Ну ладно Давайте занимайтесь А дальше Продолжение Христос Батюшка Ангела Хранителя Будет Здравия Да Конечно Просим Сейчас мы читаем Святого Евангелия А потом будем Сосудать Евангелие от Матфея 18 глава 23 по 35 стихи Посему царство небесное Подобно царю Который захотелся Считаться с рабами Своими Когда же начал Он считаться Приведен был К нему Некто Который должен Был ему 10 тысяч талантов А как он Не имел Чем заплатить То государь Король Его приказал Продать его И жену его И детей И все Что он имел И заплатить Тогда раб Тот пал И кланясь Ему говорил Государь Потерпи на мне И все От тебе заплачу Государь Умилосердившись Над рабом тем Отпустил его И долг Простил ему Толкование Блаженов Филат Мысль этой притчи Научает нас Прощать нашим Сарабам Согрешения Их против нас Особенно же Когда они Кланяются В ноги нам И просят прощения Изъяснить Подробно Сию притчу Может тот Один Кто имеет Ум Христов Царство Есть слово Божие И не какое Либо малое Царство А небесное Продажа Должника С его женой И детьми И всем имением Означает Отчуждение От Бога Ибо Проданный Делается Рабом Другого Господина То есть Дьявола Под женою Должно разуметь Плоть Супружницу Души А под детьми Худые Действия Производимые Душою И телом Сию-то Плоть Повелевает Предать Сатане На истязание То есть Предать Болезням И мучению Демонскому Велит Также Связать И детей То есть Деятельные Силы Зла Так Бог Исушает Чью-либо Руку Крадущую Или Связывает Ее Посредством Какого-нибудь Демона И вот Жена Плоть И дети Злые Действия Преданы Изнемождению Да Дух Спасется Ибо Человек Тот Уже Не может Воровать Смотри Какая Сила Покаяния И какой Человеколюбивый Господь Покаяние В зле Заставила Раба Упасть Кто Крепко Стоит В зле И не падает От покаяния Того Нельзя И простить Посему Милосердие Божие Простило Весь Долг Хотя Раб Не Просил Совершенного Прощения А просил Только Отсрочки 28-35 Стихи Раб же тот Выйдя Нашел Одного Из товарищей Своих Который Должен был Ему Сто Динариев И Схватив Его Душил Говоря Отдай Мне Что Должен Тогда Товарищ Его Пал К ногам Его Умоляя Его И Говорил Прости На Мне И Потерпи Все Отдам Тебе Но Тот Не Захотел А Пошел И Посадил Его В темницу Пока Не Отдаст Долго Товарищи Его Видя Происшествие Очень Огорчились И Придя Рассказали Государю Своему Все Бывшее Тогда Простил Тебе Потому Что Ты Упросил Меня Не Надлежало Ли Тебе Помиловать Товарища Твоего Как И Я Помиловал Тебя И Разгневавшись Государь Отдал Его Истязателям Пока Не Отдаст Ему Всего Долга Так И Отец Мой Небесный Поступит С вами Если Не Простит Каждый Из Вас От Сердца Своего Брату Своему Согрешение Толкование Никто Из Пребывающей В Боге Не Бывает Бессострадателем А Только Тот Кто Удаляется От Бога И Делается Чуждым Ему Раб Получивший Прощение Несравненно Большего Долга Десяти Тысяч Талантов Не Хочет Не Только Простить Несравненно Меньшего Сто Динария Но И Отсрочить Хотя Должник Просит Его Теми же Самыми Словами Какими Тот Просил Царя Помиловать Так Как Сам Он Спасся Здесь Представляются Ангелы Ненавидящие Зло И любящие Добро Ибо Они Сослужители Того Злого Раба Говорят же Рабом Рабом Человеколюбия Чтобы Показать Что Он То есть Господь Не Что Не Он А Жестокость И Неблагодарность Раба Лишают Милости Каким Мучителем Придает Его Конечно Карающим Силам На Мучение Вечное Ибо Слово Пока Не Отдаст Ему Всего Долга Значит Дотоле Будет Будет Мучиться Пока Не Воздаст Но Он Никогда Не Воздаст Никогда Не Кончит Должного И Заслуженного Наказания Ибо Ваде Нет Покаяния Следовательно Он Всегда Будет Под Наказанием Желается Чтобы Отпущение Было От Сердца А Не От Одних Только Уст Представьте Теперь Какое Зло Пометозлобие Оно Лишает Даже И Дарованного Дара Божия Хотя Дарование Божие Не Раскаяны Но От Нашей Злобы И Они Теряются Спаси Христос Дорогие Братья и Сестры Сколько Раз в День Мы Читаем Молитву Отче Наш Ну Как Минимум Три Раза Три Раза Мы Принимаем Пищу И Умеем Ли Прощать Это Очень Важно А Иначе Тогда Кому Мы Молимся Во Первых Какому Богу И Зачем Если Умеем Прощать То Нужно И Благодарить Бога За То Что Сердце Наше Расположено Кому Чтобы Прощать У У меня Всегда В молитве Есть Моление Утреннее Вечернее Правило Господи Прости Всех Ненавидящих Обижающих Нападающих На меня Не хогубей Из-за Меня Греш Я тут Перечисляю Тех Кого Я знаю Реально Кто Ко Мне Относится Враждебно Кто Хочет Мне Зла Трям Поименно Называю Есть Всегда Всегда Есть Ты просто Домой Не работала Среди Людей Обязательно Найдутся Помните Это Вот Сегодняшняя Причина Она Жива В действии Для нас Постоянно А как Вот Да столько Зла Сделало Мне Вот Моим Детям И Внукам Моим Как я могу Простить Как я могу Прощение Простить У Господа Этому Человеку А вот так Господь Простил Всех Его Распинавших Прости Господи Ибо Не ведают Что творят Так и те Которые К нам Относятся Враждебно Они Просто Не знают Истинного Бога Не знают Что Творят Себе Зло Да Я немножко Стал Спрашиваю Я забыл Сказать О Богослужении Особенно Утреннее Богослужение Еще раз Как-то говорил Но уже давно Мне еще Спрашивают А что это Такое А это Что такое Богослужение У нас Это Утренняя Литургия Но Литургия Она Разделяется На три части Первая часть Литургии Вы ее не видите Это называется Проскомидия Когда священник В алтаре Приготавливает Из Пещенной Просфоры Агнес Который Потом будет Присуществлять Тело Господнее И Вино Потом В кровь Вот И Поминовение Творится Всех За всех Там Что Понимаю Какие Есть Поминовения О Здравии О Обращении К вере О Упокоении В это Все Внимаются Частички Испросов И потом Уже В конце Службы Когда Причастит Священник Причастит Заходит Тогда Все эти Частички Погружаются В чашу И говорят Прими Господи Прости Господи Всех Вспоминаю Очи Господи Грехи Всех Здесь Вспоминаем Крови С честной Молитвами Оглашение Изъедите Все Кто Находится На эпидемии Или Некрещен Готов Крещение Они покидают Храм Выходят В притвор Раньше Раньше Когда Это Устанавливалась Литургия Иоанна Златоуса То было Так Что В это Время Диаконы Были В храме Обязательно Не один Было Несколько Диаконов Вот Они Следили За тем Что Все Или нет Вышли Потому Что Своих Знали Всех И в это Время Сегодня Священник Возглав Двери Двери Премудростью Вонмем И открывается Там Занавес А тогда В это Время Когда Двери 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 Смотрите Хорошо Лить Закрыты Двери То есть Сели Вышли Оглашенные Чтобы Никто Не остался Это Вторая Часть Литургии Третья Часть Литургия Верных Когда Зали Стоится В храме Только Верная Вот Три Части Литургии Проскомедия Литургия Оглашенных И Литургия Верных Особенно Самое Главное Такое Действие В литургии Это Евхаристический Канон Когда После верую Спели верую Здесь В это время Совершается Пресуществление Хлеба И вина В тело И кровь Господню Это Самое Такое Вашенное Священное Действие То есть Ради Чего Все Остальное Идет Вся Молитва И все Идет Только К этому Действию Подходит Вот так Вот Имейте Ввиду В это Особенно Время Когда После верю То Священник Со страхом Встанем Представить Встанем Вот И трепетом Должны Представить В это Время Не ходить Не выходить Уже Ничего Быть Значит Зная Что в это Время Совершается Очень Такое Страшное Священодействие Когда руками Простого Человека Священнослужителя Хлеб Присуществляется В тело Христово И вино В кровь Господня Священник молится Но и вы В это время Так же Даже не просто Стоять В окно Смотреть А должны Так же Молиться Чтобы Господь Укрепил Священодействующего То есть Священника В это время Чтобы Укрепил Чтобы не было Никакого ему Запинания Там А бывает Разное Что Начинаешь И забудешь Что делать Какие мысли Войдут О чем-то там Мыслишь И Напинания Бывает Тем более Один Когда С дьяконом Служит Священник То там Еще Легче То есть Дьякон Как бы Помощник Священника Он подстраховывает Священника Еще Дьякона У нас Видите Как Дьякона Не получилось Ни одного Дьякона Было И Ни одного Не получилось Дьякона Ну вот Так я Вкратце Напомнил Вам Если будут Какие-то Еще Вопросы Тогда Будете Задавать Я в 12 часов За мной заеду Загуляю И я Уеду Да Ну пока Я здесь Значит Сегодня у нас У сестры Нашей Галины День рождения Да И Насколько Ты поздрав Семен Досрочно Два Не долет Давайте Плава Ну Доведем Ну Ну Почему Батюш Здесь Мы даже Внимание Батюш Подожди Господи Мирное Житие Здравия И во всем Благое Посвещение Замит Рабе Божьей Галине И Сохрани Его Господи На Многое Лето Многое Лето Многое Лето Многое Лето Многое Многое Лето Многое Лето Многое Лето Многое 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 Как там вера православная, как там дружина? Ну как-то везде живут, но судя по православным храмам, мы ходим-то, соответственно, в московские храмы. Но служатся более прилежно, чем здесь. Сейчас вот были Дмитрия Ростовского на укренней службе, но этому дьякону вообще там не... Ну просто вот абсолютно безобразие, как бы, да? В тех храмах как-то вот, я не знаю, все больше и больше сравниваю с нашим храмом, или вот на полуновой, шесть, где мы служили. То есть более прилежно читается после Евангелия, толкование читается. Не во всех, но все чаще и чаще встречается. То есть как-то вот лучше, так скажем. Живется как бы нам, в частности, как и везде, наверное, в любом городе. Сын растет четыре с половиной года. Все, слава богу. Нынче как-то спонтанно решил поехать. Все-таки удачно получилось. Набрали денег, съездили. Работа есть, зарплата есть, но все равно, как бы, приходится маленько своим делом заниматься. Ну, получается, ничего, нормально, фаралок. Живо-здорова. Всех помню, всех люблю. Мы тебя помним тоже. То есть, вместе. И льва, и львят твоих. Всех. Ну, в общем-то, всех рад, рад очень видеть. Правда, не всех, конечно, вижу сейчас, но все равно. Очень молодые, очень выросли. Очень выросли. Ребятишки, да? Ребятишки, всех еще помню, всех еще... Под стол пешком. Ну, все-таки. И думаешь так. Надо было еще, наверное, посидеть здесь. Подожди. Если побыть. Некоторых даже непривычно видеть. Просто не узнаешь. Да ладно. Такое души. А мы все это знали, Лев. Ну, как бы. Говорили тебе. Не спеши. Вы в этом варитесь. Да. Для меня, как бы. Не спеши, подожди, дорогой наш. Ну, дай Бог, может быть, или на следующий год, или через год. Ну, эта поездка была проверочная в плане Ильи, сына. Потому что пацан очень беспокойный. Сидеть ему очень сложно. Поэтому и в храме ему сложно находиться, потому что он весит как на шарнирах. У нас будет нормальный. У него один шарнир будет. Эта проверка, эта поездка была как проверочная. Но следующее. А сколько часов ездил? Трое суток мы ехали с Костромы на Москву, прямой поезд, и с Москвы уже на Барнаул. А на машине что, не решился ты? На машине, я же говорю, много проверочной поездки было. А, то есть ты как посмотреть. С сыном я дальше 200 километров не ездил. А сейчас первая проверка именно, как бы, такая серьезная. Тест прошел нормально, поэтому все хорошо. Да через год он другой будет уже. Ну там естественно уже будет. Стало-то из-за того, что мы не видим тебя. Так у тебя желание в Потеряевку его, да? Чтобы он побыл в Потеряевке? И желание даже не в Потеряевку, а именно в лагерь какой-нибудь. Можно и в Потеряевку абсолютно. В Потеряевке все это есть. Но не лагерь там еще лучше. Это, извините, допустим, не до Новосибирска съездить или до Омска. Да. 3,5 тысячи преодолеть это еще надо выдержать, по крайней мере. Но на машине гораздо интереснее, в разы интереснее, чем на поезде. В поезде ты сидишь, вообще никакого участия в поездке не принимаешь. А на машине вот адреналина гораздо больше. Да, адреналина. Мы тут за рулем, наверное. То есть, если любитель адреналина. Да, это я думаю. Сколько тебе годов сейчас уже? Так, 40 есть, не вспоминать бы этого, конечно. 40? 40, да? 40. Не баба, а сейчас. 40. 40 лет. Ну все нормально, скоро адреналин у тебя будет обратиться в песок, и ты будешь нормальный. Ну сравнивать-то не надо, все в сравнении, конечно. Ну мой адреналин не тот адреналин, что у меня есть. Не-не, он будет у тебя как у всех, вот запор на мои слова. Я это просто уже прошел. Так что все нормально скоро будет, будешь ехать спокойно, без адреналина. Да, он на улице, на улице километры наряжает. Поэтому, ну, по рукам не понесешь его, конечно, сейчас выйдите все, и все посмотрим. Мы уже пообщались с ним, машину нам показал. Спасибо, Христос. Ну, спасибо, Христос. Да, Марина, слава. А я хочу всех поблагодарить за молитвы, кто молился, кто был расположен. Все думали, хоть бы она еще на Марс летала и рассказала, как там осяне. Христос, у меня пока, конечно, этого нету, но раз муж сказал, галочку поставил. Надо подать. Готово, то есть, вот так вот надо любить семью. А туда поездка дорогая. Может, это и не в Португалии. Ну, если хотите, могу немножко рассказать. А Тим, как же, ничего себе, молились, молились, жалились, дали. Ну, ладно, ну я так, выборачена. Выборачена, да-да-да, давай. Без деталей. Гуськов, Гуськов. Скажу просто, Португалия – это музей под открытым небом. Вот так. Я никогда не думала, что в этой стране столько культурных объектов. В целом, страна достаточно религиозная, должна сказать. У них там культ семьи, очень много храмов и старинных храмов. То есть, это практически одна из самых старых стран в Европе. Ну и, соответственно, культурный багаж, естественно, у них выше. Живут они не богато, то есть, страна достаточно такая бедненькая, так скажем. Ну, это не влияет на их энтузиазм. Оптимизм? Ну, нет, я бы не сказала оптимизм. Они не из тех, которые что? Не американцы, которые вот улыбка до ушей и все лгает. Нет, у них такого нет. Они такие на земле, у них сельское хозяйство развито, у них вот семьи, у них дома простые. То есть, у них вот так вот храмы, я сама ходила, на мессу сходила. Народу большой был храм Риссабоне. На каком языке? На португальском. Служба ведется на португальском языке. Счастливые люди. А мы думали, тебя увидят и на русском. Нет, просто мне интересно. Ты просто стояла и про себя молилась. Просто слышала, да? Просто присутствовала, так сказать. Католически. Ну, так, в храмах все, в принципе, понятно. Все понятно, что он читает Евангелие. Понятно, что поют псалмы. Ну, конечно, когда он говорит проповедь, я ничего не поняла. Потому что это даже не французский. Ну, ясно, что речь шла о спасении души, поэтому... Я тевала и говорила со всеми «Аминь, аминь, аминь». Ну, что мне понравилось, что... Ну, вот чисто в таком вот обытовом, да? Ну, вы знаете, да, что у них там скамейки. Ну, да. И они там в какие-то моменты сидят, в какие-то моменты встают вместе. Да, по псалмы. Вот. И на коленях еще молятся. И на каждой скамеечкой, скамеечкой, и внизу еще деревянная такая вот досточка, на которой они периодически становятся на колени. И на сиденьях передних вот этих скамеечек, крючочки, то есть, чтобы могла женщина повесить сумочку, чтобы это не отвлекало от молитвы. То есть, вот такие вот маленькие пустячки, которые вот, как бы вот говорят о том, что... И думают. Ну, свечи, свечи, конечно, везде, кумуфейчевые. Все это. Вот так и есть, да. Когда они заходят в храм, то они поклоны не делают. Они делают, ну, я в юбке, ну, наверное, будет видно. То есть, они делают такой типа книгси. И мужчин, и женщин. Вот так, да. То есть, коленочку преклонили. Ну, во всяком случае, так вот. Во Франции я такого не видела. Изменения у Франции не было. А вот в Патругалии у них так. Я первый раз увидел так в Сан-Франциско, когда Марина, которая из Волгограда, она из Сталинграда, она уехала туда, в Сан-Франциско, вышла замуж за американца. И вот мы посещали тоже один из храмов католических. Их зашли, и вот как перед храмом, как ты сейчас показывал, вот в реперте, что такое. Что за реверный раз такой. И, да, и в татуи, и в татуи. И ж на жопу. Там нет икон. Ну, типа на одну коже рыцарь, на одну коленку. Ты знаешь, там нет икон. Там у них икон нету. Там у них икон нету. Там у них икон нету. Там у них статуи. Очень, очень красивые, красочные. Там очень, очень много всего. И вот святы живые перед спасением. И у них там чаши с водой. Ну, я так полагаю, святой видимо. То есть они вот это делают. Илерансы, вот потом подходят и палец опускают водку. Да, это священная вода. По фильмам, я знаю. Фильмы смотрел. Они там от бесов спасаются. Когда бес забегает, он-то берет красную воду и... А-а-а-а, ему плохо становится. Это святой водой, говорит, его победил. Ну, то есть во всех храмах будет ситуация такая стандартная. Кроме одного городка, который вы тоже все знаете хорошо. Это город Фатима. Ну, помнят? Верина, помни. Это как вы все хорошо знаете, никто ничего не знает. Хорошо. Да, детям и знали. Тысяча... Ну, я так, в условах. В 1917 году в португальском городке Фатима было явление Божьей Матери трем детям. Батинка чудо. То, что... Ну, как бы вот Божья Матерь явилась для того, чтобы напомнить людям, чтобы они вернулись в храм. Условно. И на тот момент, когда это чудо произошло, это была маленькая захудалая деревенька, о которой там никто и не слышал. что имя этой носит деревня... Там когда-то, когда-то жили арабы, да. И имя этой деревни по имени жены Мухаби. Старшей жены пророка Мухаби. Фатима. У них там такое бывает, встречается. Они сохраняют то, что было раньше. И с тех пор эта деревня превратилась в большой город со всей инфраструктурой. И всё-всё там вокруг вот этого вот чуда. Это большой коммерческий проект. Я просто по-другому этого назвать не могу. Там очень много... Там гостиниц столько, где, наверное, нет ни в одном городе мира. То есть там гостиниц больше, чем вообще жителей. Для паломников. Причём названия такие незатейливые. Отель Аллилуйя. То есть всё как бы вот по теме. Много-много вот этих сувенирных лавочек, где вот продаются там всякие вот изображения, там масло, чётки, вплоть там, что чётки из жемчуга. Ну, в общем, набито, набито всего полным-полно. И... И чё ты купила? Из жемчуга. Она точно из жемчуга. Нет, там я купила масло, подарила батюшке. Чё купила? Ну, чтобы он обиделся. Ну, там, знаете, доходит просто до маразма. То есть я вот сама видела, что изображение Божьей Матери, например, продаётся на зажигалках. Там курт продаётся. То есть вот вообще берегов нету. Беремерные, да. У людей. Ну, больше всего, конечно, меня поразил сам вот этот вот комплекс. Я даже не знаю, как это назвать. Туристический. Религиозно. Религиозный комплекс, да. Правильно. То есть, во-первых, у них там храм под открытым небом. Огромная-огромная площадь. Там где-то вдалеке помоста, изображение Божьей Матери, всё. И у них служба вот идёт прямо на улице под открытым небом. Благо, у них там тепло и всегда тёплые дожди, если вдруг что. Всё это микрофонды, всё это снимается, видена видеокамера, всё это транслируется по всей стране. Может, там и дальше, не знаю. Да, помилы, я думаю. Вот. И огромное количество паломников собирается там. Ну, я сделала там видео, есть фотографии, потом кому-нибудь интересно, я покажу. И через всю эту площадь идёт такая белая полоса. И вот по традиции, когда паломник приходит с какой-то просьбой к Божьей Матери, он эту полосу должен проползти на коленах. И ползает, да. Взаимная полоса. Чудеса-то совершают? Ну, не знаю. Расскажи про этот, как свечи они ставят. Сейчас я всё сейчас расскажу. Потом в конце у них там обычный храм, ну, католический, но новенький. Всё такое новенькое-новенькое. А с той стороны, у них, во-первых, большое-большое распятие Иисуса Христа, но в стиле модерн. Кто с современным искусством не сталкивался, я тоже столкнулась в этом году первый раз. Короче говоря, ну да, простой крест, а вместо Иисуса Христа просто металлические балки. Да, просто металлические балки. Ну, то есть, они вот так, ну, только как бы согнуты колени. И тут, извини, пожалуйста. И тут вот две тоже вот эти вот балки. То есть, очень схематично, да. Очень схематично. Очень схематично. И там построены несколько храмов, ну, условных таких храмов. Да, но в таком же стиле модерна. То есть, современное искусство полностью вот сплюлось с людей. И это больше похоже на конференц-зал. То есть, просто вот такая коробка, даже безо всяких украшений вот один из них. Заходишь, там прямо вот зал, ну, как вот, актовые залы вот такие есть, с кресленцами такими, с закупничками, всё. Там сцена, ну, тоже распятие. Ну, Иисус Христос, один из туристов, подошёл к нам. Я не знала, что Иисус Христос будет китайцем. То есть, вот такая вот. Ну, фотографии посмотрите. Всё очень так, конечно. И мы зашли, ну, какие-то, не какие, но всё-таки православные. Ну, там, я про группу с вами, с которой я была на экскурсии. И они так, эти тётки, оглядываются. И такие, нет, нет, это какое-то ненамоленное место. Ну, да, да, в плане, что любом негде удариться. Ну, вот, ну, ну, действительно, как бы, просто конференц-зал. И потом ещё несколько там есть таких храмов, условно говоря. Ты смотрю, как метро, вход как в метро. Так вот вниз спускаешься, и там большой коридор, кафельные стеночки, на них тоже какие-то там чёрные силуэтики. Вот, и в двери написано там, храм такого-то святого, храм такого-то святого. Вот, и так же заходишь, так же вот кресло, такая же сцена. И в записи идёт служба. В записи? Да, в записи идёт служба. Но самое, конечно, впечатление огромное, это то, как там ставят свечи. Свечи там, они не жалеючи. То есть вот такие здоровые, вот такие толстые. И все с бутетами, с бутетами. Они там и цветочки туда лепят, и колпачки такие. Ну, женщина идёт, думает, что за бутет у них? Смотрю, вот, и чёрный. И у них там под открытым небом что-то типа жаровни. Я даже не могу... Монгал какой-то. Ну, такой длинный-длинный, так вот, буковка «Г» идёт под крышей. И я прохожу, не могу понять, что-то там пылает, пылает, пылает. И потом я присматриваюсь, и я понимаю, что они таким образом ставят свечи. То есть у них в этом мангале разведён огонь, и люди проходят, как мавзолеи мимо Ленина, также со сплошной вот очередью проходят мимо, и кидают свечи в огонь. Ну, свечи, понятно, что они все ненатуральные, да, поэтому там этот огонь, этот треск, чат, вот такая копоть идёт к небу. Я прям посмотрела, думаю, где она огненная какая-то. Правда, до такой степени вот, выглядит это двусмысленно, так скажем. Вот, я вот прошла, и вышло так, что мы были как раз 13 августа, а все явления Божьей Матери у них там были 13-го числа, Петра, 13 мая, 13 июня, июля. И в этот день у них особенно много паломников. Так что, вот я в это всё огнула, ну, я посмотрела, то есть я выводы сделала, но... Не удивлюсь, если они не плавятся, а там труба и назад, и там сразу делается. Ой, все, вы же не понимаете. Ну, то есть я вот прошла в это всё, экскурсовод там ещё рассказывал, ещё... И говорит, Игорь, можно я сначала расскажу, а потом ты будешь комитировать? Вот, и... И когда там ещё экскурсия продолжалась, экскурсовод там всякие детали рассказывал, у меня того стало вот, ну, не по себе, что я просто уже не стала слушать, я уже отошла прямо вот туда, за ограду, вот, села там на скамеечку и уже там начала молиться, потому что очень неблагоприятное, конечно, от этого всего впечатление. Ну, паломники идут, люди верят, но у меня всё время вот такое ощущение, неужели они, да, это вот именно получается религиозный туризм. И думаю, ну, неужели действительно они вот совершенно искренне верят, что вот сейчас вот они вот именно вот сюда придут, вот именно здесь преклонят колени, и всё случится. Ну, не знаю, ну, во всяком случае, вот мы когда все уехали, уезжали на автобусе, я прям вот почувствовала, что вот у всей группы, ну, люди абсолютно нерелигиозные все, что у всех какое-то такое подавленное настроение. Обычно все вот сидят там, переговариваются, делятся впечатлениями, ну, вообще действительно впечатлениями много. Вот, а тут как-то все пересекли, и сидят, и так только друг на друга. Что это было? Изумрение. Как-то так. Ну, понятно. Спасибо Христос, дорогая, что... Слава Богу, что ты вернулась, жива, здорова, рада видеть. Ну, да, видишь, что-то чинно. Так, о болящих, ну, прежде всего, Валентина, наша дорогая сестра, красноярские, мама нашего брата Игоря. Она в тяжелейшем состоянии, просьба молиться, чтобы Господь укрепил ее, давая силы и терпения донести свой крест до конца, без ропота, в линии отчаяния. Вот они съездили, были вместе с Марией, с мамой. Расскажи, брат. Да, да. Ну, мама, это, благодарит всех за молитвы. Ну, она под наркотиками постоянно, поэтому... Ну, в общем, короче, умирающий человек, и когда она умрет, никто не знает, потому что желудок у нее работает. Ну, у нее постоянные боли идут, особенно в левой ноге, а там дальше еще распространяются уже, там дальше, и опоясывают такими пятнами, как... Ну, говорят, что это вот пробивается, самые метастазы, метастазы, они опоясывают вот таким кольцом ее по бедру. И никаких важных органов-то не задеты. Пока. Ну, скорее всего, эти метастазы, они хоть куда прорастают, я понимаю. И как она дальше еще будет умирать, она просит уже самосмерти. Постоянно. Ну, она не ропщет. Ну, она не ропщет, ничего, но... Это главное. Постоянно эти боли терпеть. И вот когда поставят ее, тогда она себя нормально чувствует, там что-то даже расскажет еще. Ну, там молиться, допустим, с ней что-то читать, и вот это последнее. Я хочу сказать, что перед этим лучше читайте все Слово Божие, чтобы, когда будет боль, и отпускать немножко, чтобы что-то вспоминать, потому что она ничего не слышит. Она вот... ну, блин. Да, вот такие боли у них. Так что... Помоги, Господи. Только единственное, что чудо может быть какое-нибудь, что Господь... Еще о болящих. Татьяна Изменична нет, но давайте сами вспомним, кого мы... Про Любовь Петровна давно я не слышал, не видел. Где она, у кого есть какая-то информация про Любовь Петровну? Ну, Любовь Петровна, она болеет, сильно болят у нее ноги. Сильно болят. Поэтому, ну, она вообще никуда не ходит, или в Никольске иногда ходит? Да, и в Никольске иногда ходит. Еще у кого... Раиса Николаевна не отвечает на телефон, не знаю. У нее дочь приехала. Как там дальше, что, не знаю. Я звонил, и она не отвечает. Так, еще о болящих. Валерий Владимирович. Валерий, да. А Валерий, что говорит? Ну, ничего нового. Ничего нового, все так же плохо. Могите, Господи. А Сископ Алексей? Валерий Семенович, в прошлый раз я уже говорил, еще раз он благодарит всех. Он теперь дома. Съездил он недалеко от Томска в санаторий. Реабилитационный путь прошел там две недели, по-моему. Да, стало ему лучше, значительно. Ух ты! Валерий Семенович, а второй поменьше. Ну, такой продолжительный длинный стенд, он, конечно, более подвержен возникновению в нем уже тромбов тоже, поэтому нужно пить препараты, которые предотвращают тромбообразование. Ну, одним словом, полегче, конечно. Значительно легче. Он благодарит всех за молитвы. Все, что, слава Богу, у него там благополучно. Родственники его ограждают от всяких там. Все, спрятали, говорит, у меня ничего не могу, ничего не дают делать. Трудится. Ну, понятно, да, трудится, охота. И все живется, наверное, наказанно. Да. Иначе с ним невозможно, потому что этот трудоголик еще тот. Да. Мы же посещали его, с Игнатем Тихоновичем. Мы подъезжаем, он на крыше. Вот больной на крыше. Сын там что-то вытаскивает, хлампы всякие. Чистый. Контролирует. Ну, в общем, понятно. Как он, если он на крыше, как он контролирует? Он уже там сидит на крыше, работает. Еще кто у нас? Манна Кузьминична. Знаем, что она вроде как под предсмотром, что навещают ее наши сестры. Еще кто у нас? Мария Яковлевна. Она... Она так гулять уходит. Уходит? Уходит? Да. Уходит. Таня вот в прошлый раз мне рассказала, что она... Мария Яковлевна, кто сказал? Это только Игорь уже знает. Я же сказал, что я звонил, и она не отвечает. Она мне звонила на той неделе, спрашивала, ты меня повезешь? Я говорю, я в Красноярске. Она, а что ты там делаешь? Ну, понятно, она уже ничего не помнит. Я говорю, к маме поехал, мама болеет. А, ну ладно, тогда все. А сейчас позвонила, и она не отвечает. Ну, я к ней не заезжал. Ну, я позвонить, может быть, надо будет увезти. Нина Александровна. Любовь Николаевна, наверное. Любовь Николаевна здесь. Алик сказал, Капустина, да, там. Здесь была она, да? Да, она была. Любовь Николаевна здесь, она не только что здесь была. Еще у кого в Коломене не вспомнили, кто из болящих. Татьяна Капустина уже сказали, да? Ну, Татьяна Кузьминична у Нины Александровны в гостях. Она там в деревне отдыхает. Отдыхает, ух ты. Неплохо. На природе. Из нашего... Там она, наверное, в санаторий. Она в санаторий, и Нина там за ней ухала. Ей там в хорошем этаже с батюшкой посетили. Посетили? И что, как они там? О, хорошо. Обе довольные, да? Да. Я тут неделю как будто... С поездкой благовестия были там потерять какие-то? Нет. Не получилось? Не получилось, потому что некому духом было. Благовестовалось. Одних уж нет, а те уже дали. Ну, четвером не поехали. А из деревенских предложили кто? Тебе головы опустили и поехали. Что понятно? Я специально там приехал за вода вестески. Еще можно... Я в Красноярске был и виделся с Юрием Соболевым. Ну, кто знает, в интернете он как бы постоянно на занятиях там. Он преподаватель, он доцент, сам кандидат каких-то философских наук. Такой очень умный. Высокого роста такой, бородой. Очень понравился. Мы побеседовали, долго беседовали с ним. И у него... Не сталкивался, он. Дело все в том, что мне все приходилось говорить. А там еще у него... Он слушал основные. Да, еще там у него тоже верующие, с бородой. Они постятся. Все, и троекратное погружение. Его жен... Как свояк. Ну, в общем... Их жен... Мы сестры родные. И они все верующие. Все крещены троекратным погружением. И у всех по двое детей в семье. У этого... У Юрия 7-8 лет, девочка и мальчик. А у Антона 4,2 года. Антон похож на Сашу очень, Загуляева. Я сначала думал, ну как он меня напоминает. А я говорю, а ты кем работаешь? Он программист. На одно лицо прям. Вот такой сдержанный. Такой внимательный. Если какой-то вопрос, то взвешено все. Но я думаю, надо ждать. Это интересно. Ну... В общем, назад отвезли. Маму попроведывали. Они помолились. Ну, хорошо. Единственное, что у них очень сложно с воспитанием детей. Это, конечно, дело шло. Но нет, в каком плане. Там нет воскресной школы. Они попытались сами. Это сложно. А отдавать нету людей, которые могли бы с детьми работать. Ну, как вот у вас, допустим, работают дети. Они говорят, ну, такое, говорят, рассказывают. Вот дали в отстранственную школу. Послушали потом, о чем там говорят. Говорят, нам этого совершенно не надо. Они говорят, хоть о чем. Хоть о Пушкине, хоть о Лермонте. Только не о Боге. Обо всем могут говорить. Ну, и дети просто пока все молятся. У них там игровая комната, как у протестантов. И они там играют. Понятно. То есть, потому что дети стоять не могут вообще на молитве. Ну, а если... Ну, был я в храме один, в воскресенье. В субботу там у них нету. В воскресенье. Все в воскресенье происходит. То есть, перед тем, как начать причащение, там проходит исповедь сначала. А людей так, ну, довольно-таки солидно. Человек 30. Причем и мужчины, и женщины собираются. И он всех исповедует. Все это где-то в течение получаса происходит. Поэтому можно выйти на свежий воздух, посидеть, помечтать о чем-нибудь. Пока там все это происходит. Ну, и потом интересно. Ну, конечно, на циркомно-славянском все говорится. И в конце, когда он там, ну, говорит короткое слово, там, ну, может, минуты на три. И подходит и читает какой-то небольшой акафист. Ну, благодарственные. Тут же. И все собираются вот так близко-близко к этому аналогию рядом. И там священник стоит посредине храма. И они прямо вокруг него все. Но я, конечно, там в стороне. С костылем сижу. Смотрю на все это. И потом, когда Аминь сказали, он поворачивается и начинает всем прикладывать Новый Завет к голове. Каждому. Вот так подходит и начинает прикладывать. И посматривает на меня. Ко мне поворачивается там кто? И так. Ну, иди тоже сюда. Ну, я стою. Ну, я вижу уже, что все. Я уже пристал на костыле, стою. Так вот смотрю. Думаю, что там дальше со мной будет. Что тут еще в Московской Патриархии придумали? Ну, подошел ко мне. Он сам священник подошел, подходит ко мне и постепенно поднимает Евангелие. Ну, знаете, известная репродукция в Сталинграде, когда матрос вот такую огромную гранату заносит. Вот такие глаза в этом танке идет. И он так же тоже. Вот так только Евангелие. Вот он подходит ко мне, подходит. Высокий такой. А Евангелие в Аклане как? А я стою. И он вот так вот раз-раз-раз-раз. И на меня. И я в этот момент перехватываю руки. Вот так вот как-то кульбит. И я поцеловал Евангелие. Думаю, ну это, думаю, нормально будет. Поцеловать Евангелие-то. Но он выкрутил меня и говорит. Я хочу к голове вам приложить. А зачем? Хоп! И прикладывает мне к голове. Оно железное. А народ весь повернулся уже от полтора ко мне. Я никогда не знаю, когда на тебя внимание обратят. И смотрят. И он тоже видит такое дело. И тогда подходит и давай. И пошли все целовать Евангелие. И я так при только его научил. Я предполагаю. Зашел маме, все рассказываю. Она говорит, ну правильно. Он сначала дает целовать, а потом прикладывает. Я говорю, в моем случае он поступил наоборот. Сначала приложил, а потом дал поцеловать. Причем сначала приложил, а потом опять прошел. Дал всем поцеловать. Человеком 30. И все это торжественно. Все это так. А потом, когда он приехал маму причащать уже во вторник. Я его спросил. Уже он уходил, там на машину садился. На машинягу свою эту. И я говорю, можно вопрос вам задать? Да давай. Он такой молодцом, такой весь бодрый. На позитиве. Я говорю, скажите, вот этот ритуал, говорю, прикладывание Нового Завета к голове, это откуда его пошел? Его не было раньше. Я уже 30 лет, говорю, в храме. Вот так, как завсегда таю. И никогда не было. Он говорит, ну понимаете, это вот у меня от всего сердца. А мама мне говорит, это во всех храмах Красноярского края. Я говорю, мам, не может быть. И мне вот эти Юрий и Антон подтвердили. Во всех храмах. У нас, говорит, вот в Красноярском крае, во всех храмах прикладывают к голове Евангелие. Спасибо Христову, брат, за твой опыт. Поэтому, когда будете в Московской Патриархии, очень аккуратно наблюдайте за тем, как будут прикладывать к голове. Я тоже хочу впечатления свои поделиться. Была в новом храме нашей, живоносной троицы. На горе у нас открылся. В живоночной троице. Живоносной. Ну ладно, все, молодец. Батюшка, отец Игорь, там у него жена, матушка рядом, она на кассе сидит. Дочка на клее поет. Дочка на клее поет. И мальчонка, у него лет 7, наверное, он выносит свечу перед ним. И мне что понравилось, проповедь он говорил. Настоящую, длинную проповедь. Но он не читал ни златоуста, ни к вам. К успению говорил о временности этой жизни, что жизнь настоящая будет в вечности. Про борьбу с грехом. Это много вот этого. Хорошего. Тоже прикладывал Евангелие к голове. Самое главное, что он говорил, что хочет он организовать. Он говорит, пока у нас бедненькая, мы не достроили все, но у нас обязательно будет община. Я так поняла, он не сказал община, что. Но мы будем с вами собираться, мы строим воскресную школу, мы поставим столы, мы будем, говорит, чай пить. Тут, говорит, по воскресеньям, по праздникам, будем чай пить. Хотим сделать библиотеку, чтобы книги люди могли приходить, брать, читать. Евангелие и все прочее. А что такого? Допустим, это, слушай, Евангелие к голове. Ну, приложили к голове, у тебя что от этого? Голова? Ну, что? Приложил я, подошла. Просто мы никогда не видели раньше. С осуждением, что это. Вот к голове Евангелие приложили. Вот это что-то такое. Я не знаю. Ну, а что вы нам не прикладываете тогда к голове Евангелия? Ну, понятно. Ну, прикладывайте, давайте. Подходите, будем прикладывать. Так вот, том-то и дело, что никто никогда этого не делал. Это правильно, целователю прикладывать. И то, и другое. Читать. Значит, это насилие. То-то и дело. Я ему, я священнику и сказал. Ну, значит, это же приложили Евангелие. А у нас мы собираемся и читаем слово. Это как повредило? Да лучше об разумлении. Ну, вот и все. Зачем вы это рассуждаете? Вот там вот московский подвиг прикладывает Евангелие в голове. Не только московское, и другие. Хочу и рассуждаю. Я вот за границу, за рубежной церкви прикладываю. Молебель читает. Мне что кто-то запрещал? Батюшка говорит. На голове, значит, есть такое, значит, таинство, или освящение называется. Соборование, как мы еще говорим. Там прямо написано. И в конце священник, развернутый Евангелие, кладет на главу болящего и читает молитву. А болящего, да? Да. Ничего здесь нет такого. Ну, у нас этого нет. В каждом храме могут быть свои какие-то обряды, обычаи. Зачем вы на этом заклиниваетесь столько времени? Читаю. Богослужение. У нас мы полдесятого закончили службу, а сейчас уже 10 минут двенадцатого. Вы так подробно рассказываете, где какое Евангелие прикладывает. Что вы на этом заклиниваете? Батюшка, хватит утрировать. Это было всего две минуты, я рассказывал. Все. До этого Марина рассказывала, до этого Лена рассказывала. Я про Евангелие сказал ровно на две минуты, не больше. Почему ты перебиваешься, Батюшка? Да потому что это очень сильно Батюшку задело почему-то. И все. Больше ничего не знаю, почему. А остальное ничего не задело. Как свечи там бросают. Меня-то ни сколько не задело. А его задело, что я рассказываю, как прикладывают Евангелие. Ну, чего вы нам не прикладываете? Поэтому я рассказываю, что у нас никто не прикладывает. Это вам, значит, в минус. Почему не прикладываете вам Евангелие? хорошо, на следующую службу я к тебе лично буду прикладывать ну я понял уже не надо ничего делать, оставим все как было лучше вот как у нас все идет так пускай и будет никогда не прикладывали в Краснодарском крае, я был 6 лет назад никто не прикладывал что там непонятного-то начали прикладывать, так же как колокольчики приделали в Кадигнецу не было колокольчиков я 40 лет, 41 год уже и 41 год еще 40 лет назад уже прикладывали везде это, прикладывали наоборот батюшка, мне приложи, мне приложи там это, наголо укладут всегда это было не было, да как это не было, всегда это было я знаю кто служил в Краснодарской благоткины был отец Александр Бурдин я его хорошо знаю в этом нет ничего ничем каноны не нарушены зачем вы этим соблазняетесь вы просто обсуждаете это я к этому что ну не надо, вот в храмах ну кратко рассказали где-то были вот в храмах там начинайте батюшка такой-то, да вот он как вышел да что-то там, да вам зачем это нужно ну ты был, да видел это и видел вы значит и добра вы столько времени рассуждаете, рассказываете про что я делала было-было-было-было нашлет даже подробности как взглянул, как повернулся экономию нарушили и все нормально так, заканчивай у Людмилы Степановны есть объявление да, у меня есть объявление а когда уже все ушли сейчас уже не выдержали больше часа, полтора часа у нас сейчас собираем батюшка, нету никаких полтора часа не придумывайте выходить у нас сейчас такая нужда не придумывайте, батюшка 40 минут скажи, сколько идет здесь у нас сейчас ну вот час ну не полтора же пока больше было у нас закончили, мы было еще без двадцати десять минут вы рассказывали меня тут чехвостили все, больше ничего я тебя, ну-ка подожди стоп я его чехво... как я его чехвостили? по времени тут все да вы меня чехвостили чехвостили что там говорить? сказки-то рассказывай я тебе слова не сказал, брат как тебе не стыдно? я говорю, зачем вы здесь? я не помил да вы, вы это я, значит все, что-то понятно это у меня в потерянке было так подходит один брат и говорит а кто еще тут говорил? батюшка, зачем вы мою исповедь разглашали в проповеди сегодня я говорю, я твою... как я? я не говорилhana но вы сказали так это что все сразу догадались что это я что это вы про меня сказали я говорю, а что ж здесь что если догадались, значит это не тайно было, что если ты... я говорю, в общем там, что грех такой есть как из этого выйти там что ну так и ты все догадались, что этот вы про меня говорили батюшки- все, закончили, батюшка una cucics- слово, людьми на 뭐가 Я про тебя не словно, а ты на меня уже напал. Это известно будет во всем мире. Как Добунов говорит, на батюшку нападает. Я-то на тебя не нападал, ничего не сказал. Да вы никогда на меня нападаете, только про меня все и говорите. Не нападаете. Татьяна Александровна, да успокойтесь вы. Так, я что, вы знаете. Людмилу Степану, послушаем Людмилу Степану. Ну про кого он говорил, батюшка, сейчас. Ну спокойься, пожалуйста. Дай слово Людмилу Степану. Людмил Степан, начинайте. Все, кто остались, знаете, что мы сейчас по просьбе, ну вот по нужде вернее, у Загуляева Галины, у нас получилась такая у нее нужда, у нее печь, ну как вот деревенская, дровами топится. И здесь ей может, если кто, вот есть у кого какие-то средства, оказать пассивную помощь, для того, чтобы она могла провести себе газовые вот эти. Там практически уже подведен газ, только осталось внутрь дома. У вас что, газ? Нет, у них печь, у них нету газа. Да нет, я уже понимаю, немножко, чем дуракат. И поэтому сейчас вот немного, кто, как мы соберем, сколько, я не говорю, что все 100%, она тоже сказала. Это говорит, как соберете. Ну не за один месяц, за два месяца, за три месяца. Да, когда у кого-то больше, сейчас вот и все. Собрать надо. 150-200. Присутствие, договорились сделать это доброе дело, я вам сердечно благодарна. Ну, знаете, что у нас печка, у нас тепло, чтобы не было такого, что мы там замерзаем, умираем, такого нет. У нас обычная печка, как в Потеряевских домах, печи. Ну вот, как вот здесь. Как здесь, да. Была у меня одна сестра, очень добрая, и ее сердце вот так вот как-то расположилось, коснулось, что она говорит, я обращусь к общине, чтобы помочь вашей семье и подвести вам газ в дом. У нас газ к дому подведен. В доме у нас газа нет. Вот, Игорь, на твой вопрос отвечаю. Около дома, прямо около дома? Укрыльца. Да, да, труба к дому у нас есть. Хорошо. Ага, ага, я понял. Так что, я вот смотрю, вы там собираете, я вам сердечно благодарна. Спасибо. Я вообще не знал, что там газ у них есть. Тепло, тепло. Она говорит, тепло у них есть. Я к ним ездил, но тепло-то. При том, что у нее рука болит, и она, если поработает что-то там малое, она потом отлеживается. Да, газ это как небо и земля, когда уголь и газ. Небо и земля. Или постоянное тепло, или дети спят утром уже. Да, конечно. Поддувает все. Главное, что можно другим заниматься еще очень. А то там много трубок. Заканчиваем уже, правильно? Последнее. В Потеряевке очень много Володя походил картошки. 30 соток, 3 оговорода. Копать будем мы, я поеду в пятницу вечером. Желающий помочь, у кого есть расположение и здоровье, чтобы уже никого нет, пожалуйста, помогите. Потому что Игнать Тихонович уже ставеньки, Володя один, копать некому. Так, все, заканчиваем. Достойная всякого истину, Млажей Дитя Богородицу, Присно блаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херурим, И славнейшую без сравнения Серафим, Без искрения Бога Слова Родшую, Сущую Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу от нашественных племенников, от внутренних расприй, от беззакония, которое втайне остановит делающих зло. Просвети, правители страны нашей, чтобы принимали мудрые законы, и всех начальствующих также посвяти и защити. Людей, не познавших Тебя, обрати к истине, чтобы божественной любовь Тебя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, пусть покажутся в неближении Своем и проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, правильные суды Твои над Россией за то, что оставили Тебя и Слово Твое, изреченное Святой Библией. Прости нас, Господи, Владыка Жизни, что сокрыли имя Твое, Бога Иегова. Дух Святой, да наставит нас не признавать никаких иных богов вопия. Алва, Отче, Господи, научи нас семикратно в день прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебе хвала, слава, чести, поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Косновение, трапеза и занятия.